Сегодня с вами говорим про то, как побороть лень и избавиться от страха. Очень многие пишут о том, что действительно лень, 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 лень ли это? Вы на канале с медицинским психологом, нутрициологом, зовут меня Алена. И здесь мы говорим про прям серьезные-серьезные вещи. И эфир прям без цензуры, уберите от экранов детей, да, потому что я буду говорить про самые-самые такие простые вещи. Про марафон «Жизнь без невроза» мы уже с вами говорили. Те, кто слушал, те слушал. Что вам, собственно, делать с ленью? Что делать вообще, в принципе, с ленивыми варениками? У многих есть такие моменты. Это категория лени, это конечная цель и результат уже, грубо говоря, не нужен. Нет видения, зачем, что делать, зачем куда-то ползти, зачем куда-то грипсти, зачем что-то создавать. Зачем, зачем, зачем. Мне часто пишут люди о том, что я не знаю, что мне выбрать, я не знаю, каким мне быть, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. В общем, все эти вещи мы часто с вами обсуждаем. И вот физические и психические моменты. Лень бывает при проблемах различных с физическим здоровьем. Это понятно. Проблемы тереотоксикоза, гипотириоза, проблемы женских, мужских половых гормонов. Так можно всем лечь и лежать. И слушать, как, что, кто там пукает, дышит, какает. И что, как делает. Другой момент. Что вам лень дает. Очень важно понимать, что вам лень, в принципе, дает. И, возможно, это какая-то конечная цель, когда вы не хотите ничего делать, не хотите ни с чем работать. Есть гребаный инфантилизм, есть наследственная лежка на диване и история, связанная с лежебоченьем. И могу сказать, что это идет сильнейшей воды инфантилизм. И могу сказать, что оправдывается тот, кто ищет отговорки. Нет денег, популярная отговорка от всего. И как человек плюет на себя, на своих детей, на окружение. Это посвящается, знаете, всем таким вот мишкам и машкам, которые имеют какие-то замашки, но ничего не создают. Как к вам будут относиться ваши дети в будущем? Мне очень интересно. Что делать, если вас не мотивирует ваше здоровье и ваша жизнь? Я не знаю, особенно не знаю, когда мы с вами говорим про категорию лени в отношениях, да. Про перенос своего инфантилизма на психологию, да. Мне многие пишут о том, что ну вот просто там звезды не сошлись. Они не сошлись, а ты сделай так, чтобы сошлись. И рекомендация всем инфантилам, это та вещь, которую я обычно даю. Фантазии нужно вилочкой с ушей снимать. И про практики дыхания третьей пятки, пяткой я тоже рассказывала. Соответственно, напутствия вам сегодня создам, большие и серьезные. Очень у многих лень появляется, знаете, когда они вообще ничего уже не хотят. Он пел в переходе свои вот эти песенки 20 лет назад. Я так, кстати, хожу по переходу, вижу одного мужика, который просто, ну внешне хорошо выглядит. И как сидел 10 лет назад, я приезжала, пешком шла по переходу, он так и сидит, представляете? То есть человек не устроился ни на работу, ни на подработку, вот он как сидел в этом переходе, пел песенки, так и поет, красавчик. Вот есть люди, которые так и хотят, им нравится эта лень. Им нравится пить какое-то пиво, есть паршивую еду, в общем делать какую-то ерунду в своей жизни. И тем самым никуда не ползти, никуда не идти, ничего не создавать. И когда мы говорим про категорию лени, обвинение и скидывание из себя всех ответственностей, то это может создать большую-большую проблему. И как побороть лень? Волшебный ли пендень, когда вы думаете, что вот прямо-таки, прямо-таки сейчас, вот прямо сейчас она поборется? Фантазии, знаете, надо сразу убирать и вытеснять, потому что практика, как я говорю, дыхание правой пяткой и левой ноздрёй не подходит, когда у вас в кошельке ноль, и вы всё думаете, что вам нужно вдохновение. Вдохновение попрыгать, вдохновение побегать, поспать, поесть, купить более-менее чистые продукты. Кому оно нужно? Только вам. Всем насрать, вот простите, YouTube, возможно, пропустит, что вы едите, как себя чувствуете, и все будут абсолютно только за себя. И только вы сами можете, можете избавить себя от состояния, знаете, а-ля розовые очки. И никакой лени не существует, на самом деле существуют стратегии, в которой вы достаточно долго находитесь и достаточно долго позволяете себе находиться. И когда мы с вами говорим про перенос инфантилизма на психологию, то вообще ничего не поменяется у тех людей, которые привыкли жить так, как они привыкли и ничего не хотят менять. Следующее. Если мы с вами говорим про рекомендации инфантилам, то первая рекомендация это снять вилочкой лапшу с ушей и расписать себе план на десятилетку. Почему я так говорю? Потому что люди, которые в таком инфантильном положении, они пьют соки от ближних и, в принципе, ничего не собираются менять. Я знаю женщину, которая сто раз у меня спрашивала пять лет назад, кем ей быть, какую ей профессию выбрать. Прошло пять лет, она все не определилась. Всем, кто надо, уже давно определился, поменял, что-то попробовал, выплюнул, пошел дальше. Другой момент. Мне часто пишут такие инфантильные письма в директ. Алена, а как мне заработать? Работы нет. Я работаю там-то. Почему есть люди, у которых появляется желание просто все пробовать, все делать? Почему люди ищут эти возможности? А некоторые как жили в говне, так и живут в говне. Почему? Как вы думаете? Напишите под видео. Я могу сказать, что нет денег. Это популярная отговорка у этих людей. И есть категория людей, которым лень в отношениях. Есть категория людей, которым лень в финансах. Здесь же надо создавать. Есть категория людей, которые не умеют ставить цели. И у них постоянно вот этот инфантилизм во всем. И очень-очень им сложно вообще выйти из этого. И есть люди, которые обвиняют и скидывают ответственность себя на других. Знаете, ну вот у меня мама просто такая была, она вот, я на нее похож. Или, знаете, у меня идиот начальник был, и вот поэтому я не научился. И у меня там вот в семье обстоятельства, но вот я поэтому не понял. То есть, понимаете, да? Надеюсь, понимаете. Пишите вопросики. И сразу скажу, что лень в отношениях, это тоже лень. Многим лень создавать отношения. Говорит, смотрю направо и налево, но в своих отношениях ничего не делаю. Знаете почему? Везде нужна энергия. А энергию надо еще и уметь зарабатывать. Поэтому, поэтому, ребятушки, поэтому. Если вы боитесь действовать, поверьте, кто-то уедет на Ламборджине, а кто-то на табуретке будет прыгать и скакать. Поэтому оправдание придумывают в основе инфантилы, которые не ставят ничего перед собой и не достигают. Вот такие, друзья. Вопросики пишите, отвечу.